Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным. В студии Ирина Хануни-Крамбальская. Столица оказалась во власти непогоды. Утром сильный дождь парализовал движение транспорта сразу на нескольких улицах. Уровень воды на некоторых участках дорог достигал 30 сантиметров. Заложниками ситуации стали не только автомобилисты, но и пешеходы. Почему на улице Одинцова пешеходы путаются в проводах? Где в столице уже можно почувствовать дыхание зимы? И на каком этапе реконструкция трамвайных путей на улице Якубоколоса? Ответы у нашего дежурного по городу Ольги Мытник. Предприятиям столицы необходимо увеличить выпуск импортозамещающей продукции. Об этом сегодня заявил председатель Минградсполкома Николай. Метры счастья в канун красной даты ключи от новой жизни получили несколько сотен семей. Три девятиэтажных дома с полной отделкой на улице Прушинских распахнули свои двери в новом микрорайоне Лошадьца-9. Пока новоселы заселяются в уютный пополнение в медицинском арсенале. Компьютерный 3D-томограф сегодня установили в 12-й городской стоматологии. Огни большого города к чемпионату мира по хоккею. Фасады зданий вдоль центральных проспектов подсветили. А как минчане оценивают иллюминацию города, наши корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе. Новые городские подробности в пятницу в это же время в студии новостей, которой всегда рядом работала Ирина Хануни-Крамбальская. Всего доброго и до встречи!